Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого, каждого дурака, кто максимально нас раздражает. И священную миссию главного дурака страны благородно взял на себя, к моему сожалению, новоизбранный наш еще президент, надеюсь, он ненадолго, Вова Зеленский. «Ни дня без глупости» — это девиз его и его команды. И вот я посмотрел на это стрёмное ушлёпище ездящее на Тесле. И свищащее, как Троцкий. И, вы знаете, это напомнило мне одну реинкарнацию. В прошлой жизни Вова Зеленский был одной тупой львовской девочкой. Я вам расскажу сейчас смешную историю, в которой, как в капле воды, отразится тупость Вова Зеленского, потому что у него была попередница. У меня очень умная жена, она дважды поступала в самый коррумпированный после мединститута Львовский университет. И вот она в среде девяностых, пользуясь своим мозгом, она писала контрольные для девочек тупых, но с деньгами. Так вот, она нашла однажды в своём, вот в этом написании контрольных, тёлку, как в две капли воды, по тупости, похожую на Зеленского. Оказывается, их двое. Вот настолько тупых. Вова Зеленский и львовская тёлочка из университета. Она написала этой тёлке контрольную по математике. Но поскольку умная моя жена, а не тёлка, которой она написала, то эту тёлку отправили на математическую Олимпиаду. И когда моя совершенно офигевшая от новости жена спросила у тупорылой тёлки, похожей на Вова Зеленского, а что ты будешь на Олимпиаде делать? Она сказала, ну как же, я вот прочитала контрольную, вот я всё готова написать точно так же. То есть она реально тупая, как Зеленский. Она подумала, что если она, вот роль Голобородька, которую ей написали, вышла хорошо, то значит и роль президента, то значит она и на Олимпиаде сможет написать контрольную, которую она не писала. Когда я увидел это грёбанное ушлёпище, извините, это ушлёпище, хренососущее на тесле ездущее и народу свистущее, я подумал, какой же ты дурень, что ты несёшь, дурошлёп ты тупой. Начать я хочу с его шизофренического, кстати, вот этого вот высказывания по заводу Малышева. Этот дурак сказал, о, это я, как вы знаете, там люди, вон, прочуя, там же ж температура 0 градусов. Дурошлёп. Эти цеха были построены в дурацком Советском Союзе. И в зимний период там никогда температура не поднималась выше 7-10 градусов. Срали на рабочих и на людей в Советском Союзе. Вова! И эти здания были так спроектированы. И ещё дурошлёп ты наш, временный президент. Завод Малышева. Это убыточное, это просто убыточное предприятие. Они не зарабатывают. Они приносят стране убытки. И ты, дурак, сочувствующий, что они работают при нулевой температуре, ты им поднял цену на газ на 20%. Знаете, громко плакал крокодил, кушая ребёнка. Вова, нельзя быть таким тупым. Что ты молотишь, дурошлёп? Что значит, поки, что у нас в краине демократия, але це поки. Это ты у нас, поки. К несчастью, это ты у нас пока. Блин, шизофреник. Демократия у нас. По конституции, Вова, это ты у нас пока, а не демократия. Дурошлёп. И ещё дурак. Нельзя обижаться на зеркало, если у тебя кривая рожа. Что это за хрень? Там у Креми каналы, у Креми блогеры. Слушай, дурак, Майдан – это не корпоратив. Ты понимаешь, идиот, что на этом не зарабатывают, придурок? На этом никто не зарабатывает. Можешь ли его проплачить? Чувак, вот Звездюлина Януковичу, она не была проплачена никем, кроме Януковича. Вот никто, кроме тебя, не заставит тебя взять за твои, блин, вонючие штанишки и пинком выкинуть с банковой. Поверь мне, что кроме тебя никто не сможет добиться этого результата. Ты можешь перестать звездеть и начать работать. Ты можешь тупо перестать звездеть, когда ты говорил, что надо перестать стрелять. Вова, покажи пример. Перестань звездеть. Ты идиот. Никогда так, как при тебе, не крали на таможню. Потому что раньше таможня дает, 40% дурашка нашего бюджета, почти 40%. Это огромная сумма, которую сверху, конечно, контролировали при всех президентах. Но сегодня они перестали заносить наверх и перестали заносить в бюджет. Дурень! Если они не заносят к тебе и ты не контролируешь этот процесс, значит бабло идет. Мимо бюджета дурашлеп. Нет. То, что ты этого не контролируешь, Вася, это не значит, что люди вокруг тебя, которые разводят тебя как лоха, это не контролируют. Все потоки в стране контролируешь не ты. И что ты, дурак, радуешься? Ну что ты, дурень, радуешься, что процессы разворовывания страны тебе, болваны, не подконтрольны. Меня, блин, просто бесит, когда тупая телочка Вовочка, которой Богдун дал порулить своей Теслой, рассказывает нам, как он будет кого-то увольнять. Дура, шлеп! Ты сделал все, чтобы не мочь их уволить. Это ты, дурень, дал им иммунитет парламенту из-за досрочных выборов. И уряд, ты тоже, что ж ты нам пи***ь, дишь, что ты кого-то уволишь? Да ты, чмо, блин, Богдана уволь, которого ты можешь. Ты даже этого, дурак, уволить не можешь. Это единственное, что ты можешь сделать по закону. Ты не можешь их уволить! Су**а, что ты нам пи***ь? Ты лучше сидел бы за своей Теслой. Такое впечатление, что инфантильный подросток взял машину родителей, блин, вот это держит за руль и поет, там, мишка косолапый по лесу идет, шишки забирает и песенки поет. Блин, перестань стать против зеленого ветра! Ты ж дурак! Перестань пи***ть! Каждое твое слово, дурень, скоро будет использовано против тебя. Ты можешь молча, молча учиться управлять страной, не звездить, как Троцкий, а начинать просто учить элементарные вещи. То, что ты несешь, конечно, нравится дуракам, но у всех людей с минимумом мозга просто волосы встают дыбом. Какое же ты тупое дурло! Тупое дурло, которое пиарится на чужой машине. Хочу закончить одним примером вот из собственной жизни. Я когда-то... У меня есть в Америке мой друг, он сосудистый хирург, американец. Он такая хирургическая звезда. Это как раз Америка это та страна, где хирург-травматолог допустим получает 10 тысяч долларов в неделю. И вот я видел как он делает операции. Он сосудистый хирург и поэтому я видел много операций на аортах, я видел операцию на открытом сердце. Вот когда ты смотришь как он все это делает, у тебя возникает ощущение, что это настолько легко и просто, что ты бы сам не стал... Вот настоящий профессионал, когда что-то делает, у тебя возникает обманчивое ощущение, что это настолько просто, настолько вот как-то легко, элементарно. Он это все, он это все колупается, вынимает, показывает, рассказывает, при этом шутит, прикалывается и обсуждает с тобой, значит, в какой ресторан мы пойдем вечером. Вы понимаете, что разумный человек понимает, что за вот этой легкостью стоят десятилетия пахоты, пота, труда и колоссального опыта. Дурак, перестань записывать послание таким же, как ты, лохам. Постарайся чего-то выучить, постарайся не навредить стране, тебя же разводят все как придурка, а ты дурак радуешься и выкатываешь какие-то идиотские ролики. В общем, судя по интервью Зеленского в Тесле, я очень четко вижу, что он не догадывается об огромном количестве проблем, которые существуют в стране, он не догадывается, что его просто разводит ближайшее окружение и вместо него рулит процессами. И самое главное, Владимир Александрович Зеленский, вы внимательно посмотрите на видео с Герусом, вот как с ним разговаривал Ляшко, с каждым днем, мне кажется, вы приближаетесь к подобному разговору. Вот если вы не очнетесь, так будут скоро говорить с вами, причем не в видеовлоге, а в реальной жизни. При этом Ляшко ж Геруса практически не убил. Я не уверен, что вам при таком разговоре повезет, как Герусу. Подписывайтесь на мой канал, ничего святого с Сергеем Поярковым. Я рад, что у меня уже больше 30 тысяч подписчиков. Я вами горжусь, мои дорогие слушатели, подписчики, зрители. Я очень надеюсь, что с вашей помощью к Новому году мы перевалим за 50, а лучше подойдем к 100 тысячам. И каждую пятницу на прямом канале в 22.00 программа Поярков Ньюз. Там в более мягкой форме, но, возможно, более глубоко мы говорим в принципе о том же самом, но только в других формах.